дорогие друзья здравствуйте сегодня 1 ноября показываю вам хризантемы обещала показываю 1 ноября цветут давно целый октябрь а то даже в сентябре зацвели вот эти белые и красные 1 зацвела красненькая хризантема за ней белая белая еще не розовеет но позже она порозовеет немножко пока она стоит беленькая потом станет чуть-чуть розовая наверное не могу показать не видно пока еще вот один кости красный уже отсвел даже такие хризантемы у входа входная зона показываю вам есть такая медная вот она какая очень красивая хризантемка это черенок этого года и хризантемы у меня зимовали то есть зимуют хризантемы все эти кустики не первый год здесь растут уже наверное быстрее всего а быстрее всего четвертый год так что мы там видим там видим красную уже отцветает заканчивает быстрее всего так сказать заканчивает свою красоту цветение цветочки уже вот какие но еще имеет вид вас интересует как я их оставляю на зиму в зиму я их не срезаю то есть обрезку не произвожу так они зимуют у меня а весной уже обрезку произведу там у меня высокие есть высокие хризантемы я выращиваю только на букет как бы на букетик пойдете дальше у нас такой ветер поэтому хочу быстро снять потому что я думаю что звук будет плохой желтая желтая зацвела самая первая и конечно же самая первая она уже уходит красота то есть уходит смотрите то если найду первый ролик сколько она цветет напишу здесь красная с белым красные хризантемы белые и вот такая ярко-ярко-малиновая зацветает это поздняя хризантема такая желтенькие уже отцветают медная такая красивенькая учета черенок этого года вот эти три кустика это тоже черенки этого года это все черенки этого года это кусты побольше это уже зимой три года где-то примерно три года мой пенесетум смотрите какой он еще держится красавчик правда очи так видны там у меня тоже черенки этого года вот такие не знаю почему так но грунт тяжелый у меня поэтому горшках был обычный грунт поэтому один такой кустик второй неплохой это такая будет поздняя хризантемка малинка это три кустика этого года черенки барбарис уже опадает листики сбрасывает барбарис красивый цвет этот был такой красивый но я не сняла не снимала видео не было настроения у нас как не понедельник так обстрелы ракеты поэтому настроение не было даже снимать но все равно осень хочется вам показать какая она красивая у нас покажу вам сейчас а ну пойдемте уже хризантема покажу а потом покажу еще мискантус подойдем к мискантусу хризантем к вот это что я вам показывала возле возле гортензии метельчатая вот такая красивая хризантема смотрите какой большой куст этому кусту уже четыре а то и пять лет очень большой куст сантиметров восемьдесят в диаметре красавчик правда позже расцвел потому что здесь позже солнышко то есть возле калитки там солнца больше там раньше зацвели здесь солнышко после обеда появляется поэтому здесь и позже цветет хорошая хризантем к красавушка думала не снимать но нужно думаю снять даже для себя оставлю память потому что настроение конечно какое настроение если нас все время обстреливают ракетами всю украину и киев тоже в том же числе но хочу показать какие красивые эти цветочки не виноваты что смотрите какая поздняя хризантема вот такой красивый цветочек посмотрите он еще не полностью она когда будет полностью распущенная раскроется вся она когда все раскроется это такие как фонарики красный цветок а внутри желтенький это очень красиво такие три кустика они распустятся позже будет настроение я конечно же сниму и покажу я думаю вам понятно это малиновый по моему будет пойдемте сюда вот он такой очень славный славная хризантема сам цветочек простой за счет того что красный цветок и желтая серединка очень красиво смотрится так смотрится эта клумба такая клумба здесь тоже хризантемы красные эти хризантемы тоже позже распустились и у них еще даже очень нормальный вид то есть совсем не отсветший вид смотрите какой хороший сейчас вторая половина дня и на них светит солнышко а вот поздняя хризантемка с желтой серединкой кустик можно связать и тогда он будет лучше смотреться а так он распадается потому что не первый год первый год мультифлора она имеет 11 один стволик потом она уже разрастается можно связывать а можно рассаживать куст то есть взяли весной кустик и поделили и тогда он не будет распадаться это к этому кустику этому кустику три года уже здесь тоже такая же хризантем к желтой серединкой вот так давайте отойдут листья никуда от них не деться орех уже теперь яблоня пошла облетать так что не дождусь вернее как не хватает может так получиться что листья сбросит и хризантема цветет поэтому показываю с листьями гребем гребем они все равно летят осень куда деться осень все равно красиво очень красивая осень смотрите какая красивая осень с хризантемами и здесь у меня возле гортензии тоже пенисетум осенью он прекрасен злаки осенью хорошо себя чувствует мискантус уже я думаю я думаю даже вам видно правда у мискантуса вот такие метелочки это только он начинает распускать свои метелочки это я еще место как бы лучше показать как раз солнышко на него светит на мой мискантус здесь метелочки пенисетума вот такой красавчик правда он когда раскроется весь и на вид ветер будет его и ветер его колышет так красиво прям блестит на солнышке и пересадила я просто противидное вот сюда не знаю как она будет но пока сюда пересадила вот здесь мискантус пенисетум и просто противидное тоже на солнышке видно правда колосочки облетели листики и на этом барбарисе но все равно еще красавушка еще красавчик проса тоже красивые такие колосья такие блестят на солнышке как же это все красиво как ветер нравится мне когда ветер колышет злаки очень нравится и нравится шелест такой шелест прекрасный успокаивающий туечки туечки я почистила вот смотрите помните я вам показывала какие они были здесь внутри все желтые желтая очень много было листвы а теперь все почистила еще пока не облетел барбарис ред пилар листики держатся и покрасивел покраснел как-то краше стал хризантем тоже туечка почищены смотрите какой стволик все хорошо с ней здесь тоже и здесь тоже вот чистые мои туечки обрезала ирис сибирский остались только метелочки листики облетели на полярном медведе остались метелочки метелочки буду обрезать потому что они тяжелые тяжеленькие могут сломать ветки поэтому немножко укорочу веточки которые высокие и обрежу сами соцветия эту гортензию только начала обрезать еще листики все то есть только в процессе обрезания а вот смотрите обещала показать как я буду хранить черенки этого года крупнолистная гортензия видите прикопала и они потом будут накрываться спонбондом а там я обещала вам показать том году том году я когда обрезал эту гортензию я сюда закопала горшок том году я закопала горшок череночки сделала видите один уже убрала один жив было по моему четыре вот это не живой даже корешки не дал один казалось что живет на следующий год уже будет на следующий год я уже его выму отсюда можно сажать в грунт почечка уже есть смотрите все буду убирать пойдемте покажу следующий куст вот этот куст я уже обрезала листья соцветия все убрала и тонкие несозревшие такие зеленые веточки я все повырезала оставила только обратите внимание какие оставила более зрелые веточки и более толстые а весной посмотрим как она перезимует еще можно почистить немножко весной после того как она перезимует будем смотреть какие ветки перезимовали хорошо какие плохо всю листву я уберу вот это листики все нужно будет убрать оставим только хвою хвойные опады вставляем и конечно же буду пришпиливать к земле вот вот такая гортензия уйдет на зимовку но пришпиливать к земле буду да и посмотрите этот еще ничего правда не все они вот это крупнолистная гортензия она не пряме не делается коричневой но может если уже мороз ударит то она покличневой это так она все равно стоит бордовая видите вот красавушка дети на улице шумят балуются дети бегают и шумят пусть шумят это прекрасно когда дети дети смеются радуются это хорошо и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok